Приговором суда Качан Надежды Николаевны признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако суд с учетом личности виновной, ее возраста, состояния, здоровья, совокупности, смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих ее вину обстоятельств, учел возможным ее наказание без реального отбывания наказания, в связи с чем данное наказание назначил условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, потерпевшими были предъявлены исковые заявления к экзлаве города Каннска, однако в судебном заседании большинство потерпевших от своих исков отказались, пояснив, что требования Качан Надежды Николаевны не поддерживают, в связи с чем производство по данным исковым заявлениям было прекращено. Остальные исковые заявления суд оставил без рассмотрения, однако сохранил за истцами право на обращение с исковыми заявлениями в порядке гражданского судопроизводства. Как пояснили в суде, приговор вступит в законную силу в течение 10 дней после его оглашения. За это время апелляцию может подать как сторона обвинителя, так и сама обвиняемая. Напомним, в мае 2017 года в Каннске произошла серьезная трагедия, которая прогремела на всю Россию. Из-за пожара на лесоперерабатывающем предприятии в поселке Строителей сгорели 73 дома и погибли два человека. Следователи предполагали, что в этом была вина главы Каннска Надежды Качан. По их мнению, она знала о том, что в городе систематически складывают отходы лесопиления, но на это никак не реагировала и даже проигнорировала несколько решений городского суда и предписания надзорных органов о ликвидации свалок. По имеющейся информации, сама Надежда Николаевна свою вину так и не признала.